Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Из названия видео вы, наверное, поняли, о чём я сегодня хочу вам рассказать. Эта история произошла со мной, и на самом деле я могу сказать, что это крайне неприятная история. Но давайте я начну с самого начала и постараюсь максимально подробно обо всём рассказать. Значит, порядка, ну, примерно двух недель назад ко мне на электронную почту поступило предложение поучаствовать в проекте, связанное с духами. Проект включает в себя 20-30 видео, связанные с духами, с парфюмерией, насколько я поняла. Вообще, если честно, получив подобное предложение, получила я его как бы от частного лица, то есть не было там никаких ссылок ни на какие компании и тому подобное. Вот, просто был задан вопрос, интересно мне это или нет. Если честно, мне это было интересно, потому что я знаю, что многие, скажем так, и бренды какие-то, да, и какие-то интернет-магазины устраивают различные, там, я не знаю, какие-то коллаборации и тому подобное. Конечно, мне было бы интересно, не сколько для наживы, да, сколько, скажем так, просто для интереса, поучаствовать в каком-то проекте. Да, мне это было интересно. И я, соответственно, это и написала, что мне интересно, но я хочу узнать подробности. В общем, дальше у нас состоялась с этим человеком переписка. В общем, суть её, да, я вкратце вам расскажу. Значит, мне предлагалось в течение двух месяцев создать 20 видео на тему духов. То есть я должна снять обзорные видео на духи различных марок, различных брендов, каких я сама захочу. Даже не столь важно, какие именно бренды, какие именно виды парфюмерии я буду показывать и так далее. Значит, 20 видео в течение двух месяцев опубликовать их на своём канале. Но самый важный момент, что в моих видео у меня должен быть обзор на один аромат, тот, который мне очень сильно нравится. И второй аромат – это тот, который мне не нравится. И, соответственно, я должна буду рассказать и показать эти ароматы. Откуда я их возьму, откуда захочу. То есть я могу показать всё то, что у меня есть уже в наличии, могу что-то приобрести, могу у кого-то взять, неважно. Самое важное – это рассказать именно о парфюмерии. И стоимость такого проекта составляет 50 тысяч рублей. То есть за 20 видео мне предложили 50 тысяч рублей. Интересный, конечно же, проект, да, и вроде как бы, да, почему бы и нет. Но вопрос лично у меня возник, зачем это, для чего, от какой компании, может быть, от какого интернет-магазина или вообще. То есть цель моих видео какая. Соответственно, я задала этот вопрос этому человеку. И мне объяснили… Это человек мужского пола. И мне объяснили следующее, что он собирается открыть свой магазин. И ему необходимо, ну, скажем так, ну, так своими словами, да, произвести анализ рынка парфюмерии. Чётко понять, какая туалетная вода нравится, а какая нет. Нет, именно поэтому в каждом видео у меня… То есть я могу показать хоть штук 5, хоть 10, но обязательное условие, что один должен нравиться, а второй должен не нравиться. То есть не то чтобы сравнение, а именно… Ну, я думаю, вы поняли, о чём я говорю. Он посмотрел мои видео, некоторые ему, значит, всё очень понравилось. Я очень убедительно рассказываю. Он мне как бы верит. И поэтому хочет у меня заказать, ну, скажем так, такой анализ рынка. У меня возник, честно скажу, вопрос. Но зачем человеку нужно платить конкретно одному какому-то человеку 50 тысяч рублей, когда можно просто в поисковике, в ютубе набрать, там, я не знаю, парфюмерия, там, такого-то года, допустим, или самое лучшее, или топ и тому подобное, да? Потому что очень много есть и парфюмерных блогеров, и парфюмоманьяков, и просто девочек, которые рассказывают о той или иной парфюмерии, да? И для меня лично было непонятно, зачем нужна эта история. А также и в конце концов эти 50 тысяч можно платить специально обученному человеку, который произведёт этот анализ, в том числе и на ютубе, и выдаст необходимую информацию для, скажем так, создания ассортимента в магазине. Я также уточнила, публикую я эти видео на своём канале, или каким-либо образом передаю, ну, скажем так, в личное пользование этому человеку. Нет, мне сказали, вы просто, как обычно, публикуете свои видео на своём канале, и всё. То есть они носят чисто обзорный характер за 50 тысяч рублей. Да, на самом деле для меня это предложение выглядело достаточно странным, потому что обычно какие-либо компании, которые как-то к вам обращаются, они, во-первых, называют себя, говорят, что конкретно им нужно, да, что вот там, ну, как-то вот условия более ясные, нежели то предложение, которое поступило лично мне. Я, если честно, засомневалась. Дальше уже у нас пошла такая переписка о деталях, скажем так, этого видео, потому что, в принципе, я не угоманивалась. Я спрашивала, зачем ему это нужно, вот, но как-то человек уходил от ответа, даже предложил мне составить договор, подписать его. Там начал писать о том, что его предпочтительная оплата – это карта Сбербанка, и что сумма неограничена, то есть если что-то, что-то где-то не так, я могу и увеличить эту сумму, то есть не две с половиной тысячи, а больше запросить за каждое видео и так далее. Ну и потом пошло уточнение деталей этого видео. Точнее, человек сам начал уточнять детали этого видео, которые, конечно, заставили меня прямо, если честно, очень сильно задуматься о цели создания данного проекта. Главное требование к видео, помимо того, что я должна обязательно показать парфюм, как который нравится, так и тот, который не нравится, так в этих видео я должна сделать ряд конкретных вещей, которых он меня вопросил, а точнее, рассказывая о том или ином аромате, то есть в конце рассказа, в завершающем, скажем так, стадии рассказа о нём, то, что я буду говорить, как я буду говорить, буду ли я тут вставлять какие-нибудь картинки, надписи и так далее, это не интересовало вообще, то есть это было неинтересно человеку. Интересен был тот факт, что в конце видео, то есть в конце рассказа о том или ином парфюме, я должна буду взять флакончик в руку, это обязательно условие, я подчеркну, поднести его к носу, сейчас я процитирую, улыбаясь, смотря в камеру, в кавычках, на меня, я подчеркну, что тот, кто это писал, это мужчина, сморщить носик, понюхать аромат и сказать, я подпишу слово, это в том случае, если аромат мне не понравился, и всё то же самое, только сказать слово, если аромат мне понравился. На мой вопрос, зачем это, мне было отвечено, он работает, этот мужчина, работает в то ли фотостудии, то ли видео какой-то студии или что-то в этом духе, и он привык уточнять детали, и это необходимо для большей убедительности моего обзора. Очень интересно, да? Более того, человек мне ещё прислал небольшой фрагмент видео с тем, чтобы я точно воспроизвела жестикуляцию и интонацию, с которой я буду произносить эти два слова. Ну, конечно, если уж включить фантазию, то можно всякое нафантазировать, ничего не могу сказать, вот, и в том, как будет произнесено эти слова, тоже можно нафантазировать всякое, но, в принципе, из любого, не знаю, оха-вздоха можно нафантазировать много чего. На самом деле это меня очень сильно смутило, и я реально решила взять паузу, вообще подумать, как-то поискать, может быть, на ютубе, снимал кто-нибудь вообще подобные вещи или нет, ну, в общем, как-то на самом деле я забыла, ну, не то, что забыла про это, да, ну, как-то вот думаю, ну, какая-то ерунда всё это, да. Спустя какое-то время, буквально там на следующий день, я получаю комментарии под одним из моих видео, в котором этот же человек, то есть имя полностью совпадало с ником, да, человека, который мне оставил комментарий, и с тем именем, от которого приходили мне письма по электронной почте. И текст этого комментария был точно такой же, как в первом письме, который я получила от этого человека. Я, конечно, решила, так как у меня были такие очень смутные подозрения насчёт этого человека, да, я решила зайти на его канал, посмотреть, что у него вообще там есть. Видео он никакие не выпускает сам, подписчиков у него ноль, никаких ни плейлистов, ничего такого нет, даже нет понравившихся видео, но есть такая вкладка «Каналы», и я решила туда взглянуть. В принципе, там тоже не особо чего интересного я вначале увидела. Там, в принципе, такие новостные всякие каналы, знаете, серии там «Украина-Россия», там «Хакамада» и всякое такое. Но увидела там один канал, решила зайти на него посмотреть. Этот канал полностью на английском языке. Вообще, то, что я увидела, что существуют такие каналы, меня вообще, конечно, в шок. Ну, я не знаю, я, наверное, до этого жила просто в розовых очках, честное слово. Значит, я зашла на этот канал, канал полностью на английском языке, описание к видео полностью на английском языке, название канал, ну, вообще полностью он на английском языке. Я зашла на первое попавшееся видео. Девушка, оказывается, разговаривает на русском языке. И суть этого видео заключалась в том, что она снимала обзор на женские колготки. Ну, вроде как бы нет здесь ничего такого, да. Сама она была одета в нижнее белье. Ну, то есть трусы были, да, я буду называть всё своими именами. Ну, трусы такие, знаете, там, обычные, хлопковые. То есть не какие-то там полупрозрачные или что-то в этом духе. Просто обычные чёрные трусы, самые простые. И был одет лифчик, и поверх него такая, знаете, кофточка, там, которая оголяет ещё одно плечо, такая, знаете, разлетайка. Ну, типа футболки такой. Ну, она достает, значит, эти колготки, показывает их на камеру, потом одевает на себя, в конце видео снимает с себя эти колготки, естественно, показывая всё, ноги и делая ногу на ногу вот так, как бы, вот. Ну, я думаю, вы понимаете, о чём я сейчас говорю. И при этом, ну, издавая такие томные охи-вздохи, и если что-то она и говорила на камеру, то это было тоже достаточно томным таким голосом. В инфобоксе этого видео на английском языке, ну, я знаю английский плохо, но там было описание, что, как бы, это видео для тех, у кого фетиш по-женским ножкам. Ограничение на это видео стоит 18+. Более того, потом уже, конечно, рядышком, ну, все, когда смотрят видео, рядышком есть рекомендованные. Я увидела, что она не одна такая, есть множество видео, много каналов на Ютубе, которые снимают, ну, по различным, скажем так, фетишам, можно так это, наверное, назвать, да. Ну, кто что любит, как говорится, есть спрос, есть предложение. Здесь, на самом деле, мне стало всё понятно. То есть человек подписан на этот канал. На самом деле, достаточно много там видео, я уже не помню сколько, где она там, и в туфельках на бильярдном столе, и, ну, в общем, всякое такое. Вот. Ну, и как бы для меня проект, который мне предложил этот человек, стал понятен вообще. То есть для чего это всё было необходимо. Я, конечно, была в неком таком шоке, и решила больше вообще ничего не писать этому человеку, ничего не отвечать. Но, естественно, он мне продолжил писать, стал спрашивать, когда же я выпущу видео, когда что, как у меня дела, уже перешёл ко мне на ты, и что, значит, если мне необходимо, давай, значит, будем переписываться там по... Ну, то есть по телефону, там спишемся, созвонимся и так далее. Вот. Я не отвечала. Потом, ну, что-то меня дёрнуло, я не знаю. Я решила написать, что данный проект мне не интересен. То есть, что я отказываюсь, участвовать не буду. И на этом я думала, всё закончится. Но, оказывается, нет. Ну, я написала. Я написала, что причина моего отказа в том, что для меня непонятен смысл этих видео, а также в том, что вот эти уточнения, что я должна там поморщить носик и всё в этом духе, для меня являются странным желанием. Поэтому я не понимаю, зачем нужны ему эти видео. Для собственного развлечения поставила знак вопроса или ещё для чего-либо. Но я отказываюсь. На что мне человек ответил, что если я прицепилась, я прям цитирую, прицепилась, да, к вот этим словам и этим действиям, то это мои личные проблемы. Что он как бы заказал у меня видео, да, хотя я не было такого, чтобы я говорила там, да, окей, я буду. Или вообще подписывали какой-либо договор или какой-то аваз бомбом мне переводил. Ничего такого не было. Это было вот всё на стадии таком рассмотрении, да. Дальше уже, конечно же, от него понеслись оскорбления и угрозы. Он мне начал писать о том, что я дура, я цитирую. Самая умная, это я тоже цитирую. И всё в этом духе. Также он мне прислал видео, которое он снял, я так понимаю, на свой телефон. Прислал мне это по электронной почте, где открыт у него ноутбук. В этом ноутбуке открыто видео. Причём это видео открыто не с Ютуба. Ну, вы все знаете, когда просматриваешь Ютуб, везде тут Ютуб рекламы и тому подобное. Это просто девушка, которая снимала обзор вот по его просьбе на ароматы. У неё, по-моему, несколько было ароматов в этом видео. Девочка по типажу очень похожа на меня. Я, кстати, пыталась её найти на просторах Ютуба, но не нашла. Может быть, она удалила своё видео, может быть, она удалила свой канал. Я не знаю. Но она вот как раз-таки делает всё то, что он попросил. И это видео, то есть, там было написано у него в названии видео «Духи решётка 2». То есть, я так понимаю, что мне он показал именно второе видео, созданное этой девушкой. Это было мне прислано из серии «Вот, типа, посмотри, есть нормальные, типа, люди, профессионалы, которые снимают такие видео, а ты, типа, дура и самая умная. Значит, могла бы тут по-быстренькому заработать, а я там, типа, умничаю». И всё в этом духе. Также он мне начал писать о том, что было много девушек, которые на это соглашались, а также были девушки, которые готовы были согласиться на данный проект. Но как бы выбрал он меня, как бы, да, понадеялся на меня. Я его подвела, я разрушила его планы. Ну, наверное, шампанское, стыло и свечи уже догорали. Я так думаю, я не знаю. И понеслись оскорбления, потом понеслись угрозы от него в том плане, что он, значит, собирается опубликовать в каком-то своём блоге, не знаю в каком, информацию обо мне, где он перейдёт не только на личность, но и разберёт каждую мою клеточку. И вообще он сгноит. Это я цитирую мой канал на Ютубе и всю мою группу на Ютубе, что он подтянет всех моих недоброжелателей с Ютуба. И я цитирую, «заварит супчик, и этот супчик против меня будет вариться, и когда он сварится, он вышли к его мне». И, в общем, всё в этом духе. Вот на самом деле вот эта реакция его, да, она подтвердила то, что у человека не было цели узнать, какая парфюмерия пользуется спросом, а какая нет. Ему было необходимо просто вот этот вот момент окончания разговора о том или ином парфюме. Я назову это так. Потому что, когда он мне ещё даже присылал видео вот этой девушке, он мне показал именно вот эти фрагменты, где она говорит вот эти слова. На самом деле он мне писал-писал, сейчас он пропал уже, больше не пишет, слава богу. Но почему-то у меня возникла такая мысль, что он не пишет, потому что он нашёл на просторах Ютуба ещё какую-то девушку, которую он может таким образом развести. Потому что то, что это развод, это чистой воды. Ведь не каждая из нас согласится удовлетворять фетиши других мужчин. Неважно, там, замужем ты или нет, для меня лично это неприемлемо ни в коем случае. И если бы я на самом деле согласилась бы на такое и потом узнала, зачем это нужно, я не знаю, я бы уже, наверное, в больнице с сердечным приступом вылежала бы, честное слово. Сказать, что эта ситуация малоприятная, это не сказать ничего. Я очень сильно надеюсь, что все, кому он будет предлагать, тоже ему ответят отказом, потому что, ну, это, конечно, да, это, конечно, кошмар. Именно из-за того, что он мне писал о том, что у него было много, кто соглашать. Ну, это, конечно, это могут быть слова, это могут быть, знаете, такие типа, посмотри, какой я крутой, а ты типа там непрофессионал, как он меня называл. Все равно этот факт, на самом деле, побудил меня именно записать это видео для того, чтобы, ну, донести информацию о том, что вот может происходить такое на Ютубе, если вы ведете свой канал, если вы хотите вести свой канал или только-только открыли свой канал, допустим, да, то есть иметь какое-то отношение к Ютубу. Я просто хочу, чтобы вы знали, что существуют такие истории и что существуют некие личности, которые считают, что можно вот просто любой девушке заплатить деньги и стребовать с нее все, что ему захочется. Более того, эти видео, как получается, у него скопированы на компьютер. Это, конечно, запрещено Ютубом делать, но я знаю, что существуют такие программы, которые копируют видео, да, даже запись с экрана, например, да, и так далее. Ну, он их не распространяет, я надеюсь, никаким образом, да, он так для личного развлечения, скажем так, но сказать, что это малоприятно, тем более создать для человека 20 видео, ну, это как бы вообще. Поэтому, если вы смотрите, будьте очень аккуратными, когда к вам поступают какие-либо предложения. Я вам больше скажу, что если к вам обращается нормальная компания, я подчеркну, нормальная, пусть даже это будет какой-то маленький магазинчик, там, интернет и так далее, вам всегда напишут ссылки, вам всегда напишут, что это за компания, вам всегда расскажут, я не знаю, имя, фамилию, паспортные данные менеджера, который к вам обращается, по вашему желанию, тоже дадут. Не стесняйтесь ни в коем случае спрашивать эту информацию, ну, какую-либо, да, вас интересующую, уточнять какие-то детали, которые вас смущают. Если компания нормальная, они вам всегда ответят. Даже если компания не очень нормальная, они обычно просят что-то из серии, там, мы вам пришлем, заплатим еще столько-то, и вы, типа, расскажете, что все круто. И если вы отказываетесь, вот, например, бывает ко мне поступают какие-то предложения, которые, ну, мне неинтересны, либо, там, дайте, требуют из серии того, что мы вам там пришлем кремушек, пожалуйста, намажьте его на себя и расскажите, что он такой крутой. То есть для меня это значит, что компания завидомо знает, что кремушек совсем даже не крутой, и поэтому готов мне даже заплатить за это деньги. Я просто обычно таким компаниям просто не отвечаю, то есть я даже не пишу там, нет, спасибо, мне неинтересно, я просто не отвечаю на это письмо, и никаких угроз после этого я не получаю, честно. Просто как бы, не ответила, не ответила, или написала, не, спасибо, мне неинтересно, и, господи, ради бога, они найдут еще множество блогеров, которые, возможно, согласятся на такое, да, ну или как-то изменят свою политику, может быть. Просто мне кажется, что если этот человек понял, что я поняла, извините за масло масляное, чего он добивается, возможно, и информация, которую он будет подавать, будет, ну, вывернута таким образом, что вы не поймете, для чего это необходимо. просто я, на самом деле, да, действительно такой человек, который цепляется. Возможно, просто мне не так важна на ютубе финансовая составляющая, именно поэтому я не берусь за каждое предложение, которое мне поступает. Я всегда смотрю, интересно мне это или нет, в первую очередь, интересно ли будет также это моему зрителю или нет. и только потом уже смотрю на, скажем так, выгодную составляющую этого вопроса. 50 тысяч это достаточно весомая сумма, но 500 раз подумайте, что вы делаете за эти 50 тысяч рублей. Тем более, он, кстати, подчеркнул мне вот в самом начале переписки, что бюджет у него не ограничен, да, и можно попросить даже больше. Девочки, будьте очень аккуратными, очень бдительными. Те, кто является зрителем на ютубе, если вы смотрите какого-то блогера, я не думаю, что такие люди обращаются к блогерам, у которых достаточно большое количество подписчиков, ну, большое я имею в виду от 100 тысяч, да, я не думаю, что к ним обращаются. Девочки, у которых вот больше 100 тысяч, у них намного больше опыта, они больше уже на ютубе, и они, я думаю, сталкивались уже много раз с какими-то разводами, с какими-то непонятными предложениями и так далее, но от девочки, которая начинает, не имея опыта общения с, скажем так, с предложениями такими реально, ну, то есть, можно все закрутить, завертеть таким образом, что вы не поймете ответить на все ваши вопросы и как бы успокоить, знаете, угомонить и так далее и добиться своего. Поэтому, если вы смотрите какого-то блогера, мне кажется, в особенности, если похож на меня, хотя я думаю, что этот мужчина не один такой, ну, я имею в виду по типажу, похожий на меня, обязательно расскажите ему о том, что существует такая история и вообще существует некая такая вот, я не хочу назвать, конечно, это слово сейчас, но, скажем так, продажа тела на YouTube, я по-другому это даже назвать не могу. Не важно, у кого какой фетиш, да, мы прекрасно понимаем, чем люди занимаются, да, в этот момент, что они именно самореализовываются, я бы так это назвала, за счет просмотра таких видео, но вообще, что существует такая история на YouTube, для меня это на самом деле просто шок какой-то, я честное слово, я не знала об этом вообще, но том, что могут быть где-то какие-то видео, где где-то бегает кто-то полуголый, это как бы, ну, 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 да, возможно, но то, что именно вот такое, ну, да, и то, что еще, ну, скажем так, мужчины могут заказывать, и, кстати, мне этот человек еще написал о том, что я научу тебя, как нужно обращаться со своими заказчиками, то есть, по его мнению, он может обратиться к совершенно любой девушке, которая ведет свой блог, заказать подобное видео, и, ну, просто, так что обязательно расскажите о том, что может существовать такая история, что девочки были очень аккуратными, очень бдительными, и, конечно, конечно, это кошмар, у меня осталась вся переписка, у меня осталось, остались даже фрагменты видео, которые он мне присылал, если это кому-то вдруг будет необходимо, там, я не знаю, вам, допустим, поступит такое же, похожее, может быть, предложение, или что-то в этом духе, вы заподозрите, обязательно мне пишите, я поделюсь с вами, пишите мне в инстаграм, в личку, ссылку на мой инстаграм, вы увидите внизу в инфобоксе. Также буду задавать ваши комментарии, что вы вообще думаете на эту тему, это, конечно, кошмар, для меня вот просто как с небес на землю упало, честное слово, я не ожидала вообще, что существует такая история, да, я знала, что есть какие-то обманы на деньги, там, и так далее, вот это всё, но вот что именно так происходит, это, конечно, да. Ждать ваших комментариев, обязательно пишите, обязательно предупреждайте девочек, которых вы смотрите о том, что существует такая история, я надеюсь, что моё видео бережёт кого-то от подобных проектов, вот. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться, очень буду ждать ваших комментариев, всех люблю, целую, до новых встреч!